Эхо трагедии. 22 года назад, 21 августа 1998 года, был злодейский убит муфти Дагестана Саид Мухаммад Хаджар Бабакаров. О наследии духовного лидера и его жизненном пути сегодня в выпуске. Новые денежные выплаты. Пенсионеры России смогут рассчитывать на дополнительную помощь. Подробнее о том, кому и сколько заплатят, расскажем далее. Регистрация в МФЦ. Правительство России позаботилось об автовладельцах и упростило правила регистрации автомобилей. Минуло ровно 22 года после чудовищного теракта, который оборвал жизненный путь духовного лидера мусульман Дагестана, муфтия Саид Мухаммад Хаджар Бабакарова. В тот черный день религиозный деятель приехал на пятничный намаз Джума-мечеть Махачкалы на своей машине. В момент призыва на молитву раздался оглушительный взрыв, унесший жизнь муфтия, его брата и водителя. Саид Мухаммад Хаджар Бабакаров был борцом за истинные духовно-нравственные ценности, выступал за справедливость, проводил большую работу, направленную на укрепление позиций ислама в обществе, просвещение и воспитание молодежи. Его гибель стала невосполнимой утратой для всего Дагестана. Словесная перепалка перешла в стрельбу на окраине села Музаим Дербентского района. 44-летний мужчина из-за небольшого конфликта открыл огонь из охотничьего ружья по двум местным жителям. Пострадавшие с ранениями груди и стопы были доставлены в центральную больницу Дербента. Подозреваемый задержан. По его словам, причиной раздора стало мороженое, которому он гостил приятелей. Из-за того, что лакомство им не понравилось, произошла ссора. Просто мороженое я сам выбрал под 10 рублей, которые в стаканчике. Ему это мороженое не понравилось. Когда мы домой ехали, он сказал, кушай чуму на это мороженое. И вот так, когда я говорю, сам через чуму, остановил машину, я вышел домой, пошел, взял, езжу. Хотя их сильно напугать. Издалека метр 300-40. Один выстрел сделал. Потом второй выстрел, где моя машина стояла, туда в землю сделал. В этот момент, когда бажанок, он ко мне подошел, ружье. Один удар сделал, ударил мне. Отнял ружье. И кинжал тоже. Потом выгнал меня оттуда. Орудие преступления изъято. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Бывший глава Дербентского района Магомед Желилов приговорен к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщают в Следственном комитете России. Суд признал его виновным в незаконном выделении земельного участка. Желилов в 2017 году передал участок депутату районного собрания Акифу Балаханову. При этом последний предоставил документы от имени подставного лица, чем содействовал незаконной передаче земли. По данному факту Балаханов также получил три года условного срока. До конца лета Пенсионный фонд России выплатит пожилым россиянам еще одну выплату. По информации представителей ведомства, до конца лета денежные средства автоматически придут на карты пенсионеров, которые воспитывают иждивенца студента. При этом документ об очном образовании студента предоставлять не нужно. Данную информацию предоставят фонду сами учебные заведения. Выплаты не будут начислены родителям студентов, отчисленных из вузов или перешедших на заочную форму обучения. В этом году размер помощи составит 1895 рублей. Получить выплаты можно будет не более, чем за трех детей студентов. С сегодняшнего дня туристы могут получить кэшбэк за путешествия по России. Программа продлится до 28 августа. С ее помощью все путешествующие граждане смогут вернуть часть денег, потраченных на проживание в гостинице или на путевке. Чтобы получить кэшбэк, нужно зайти на портал мирпутешествий.рф, выбрать тур или проживание в отеле сроком от 4 ночей и стоимостью от 25 тысяч рублей, а затем оплатить поездку картой системы МИР. Даты самой поездки не ограничены. При соблюдении всех условий возврат потраченных средств будет произведен на ту же карту в течение пяти дней. Бонусы составят от 5 до 15 тысяч рублей, в зависимости от потраченной суммы. Правительство разрешило регистрировать автомобили в МФЦ. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории многофункциональных центров. Они будут только осматривать автомобили, принимать заявления и выдавать готовые документы, порученные сотрудникам центров госуслуг. Как следует из текста постановления, услуга будет доступна не во всех МФЦ, а только там, где для этого есть необходимая инфраструктура. Правительство считает, что новые правила постановки автомобилей на учет позволят упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ. В духовном центре имени пророка Исы, мир ему, состоялось собрание попечительского совета этой грандиозной стройки. В его состав входят предприниматели, религиозные и общественные деятели Дагестана. В ходе обсуждения говорили о проделанной работе, возводимых объектах и о том, что еще предстоит сделать. Когда собираются члены попечительского совета, это, конечно же, должно быть конструктивно, позитивно, для того, чтобы те работы, которые здесь ведутся, были выстроены правильно, чтобы посмотреть, как проектируется. Ну и, конечно же, посмотреть, хватает ли финансирования и для привлечения новых средств, чтобы они могли обратиться к какому-то кругу людей, к бизнесменам, к людям, которые еще здесь не были и не знают об этой стройке, рассказать им об этом и показать, что это общая стройка, народная стройка, вот эта прекрасная аллея, вот на берегу будет прекрасный комплекс. Вот это все вместе, это для всех дагестанцев и для всех гостей со всех регионов России и даже, можно сказать, со всего мира. Поэтому мы думаем, что такие встречи будут полезными и конструктивными. Напомним, что строительство Духовного Центра планируется завершить в 2025 году. В Дербенте прошел турнир по стрельбе из лука, приуроченный ко дню российского флага. В мероприятии приняли участие более ста человек из разных муниципалитетов Дагестана и гости, приехавшие из других регионов России. Спортсменов и любители активного отдыха угощали чаем из самовара и вкусным пловом. Возрастных ограничений на турнире не было, свои силы мог попробовать каждый желающий. Соревнования также посетил и мэр города Хизри Абакаров. Тоже очень приятно. Я вас и в том году видел. Да, и в этом году опять наши пути пересеклись. Уже стреляли и дети, и детям моим дали, и супруге дали стрелять. Очень нравится. Что примечательно, здесь люди принимают участие с семьями, жены, есть возможность для женщин, чтобы они могли стрелять, дети. Также сделали категории для новичков, которые пришли просто прострелять. Для них вначале делается мастер-класс, далее они уже отстреливаются. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова